Книга «Открытым оком» 1 том, вопрос 275. Политика. Согласно Нового Завета, клятва совершенно запрещена. Почему же тогда на Всероссийском Земском Соборе в 1613 году давали клятву дому Романовых, что будут служить ему до страшного суда? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Клятву эту не нужно было давать, и она оказалась бесполезной и вредной. Бесполезной, потому что не помогла, не удержала в повиновении народ, и вредной, потому что нанесла вред всем, так как ничем клясться вообще нельзя, тем более будущими поколениями, иначе как безумием эту клятву назвать невозможно. Но так как она была дана, то нарушать ее уже не следовало, потому что все остальные правления оказались худшими, что показала история. Последний царь оказался совершенно непригодным, как царь для управления столь великой державой. Православный христианин не может быть царем над неверующими и иноверцами. Царь должен быть обязательно тираном, ставящим целью сохранения государства превыше всего. Иван Грозный, Петр I, Сталин. В 1825 году царь Николай I повесил пять декабристов и почти на сто лет продлил жизнь своей династии. Царю Николаю II советовали повесить пятьдесят тысяч февралистов, и слово «революция» забылось бы в России на двести лет. Если он не пошел на это, согласившись пойти на Голгофу, куда пойдет и вся Россия вслед за ним, то какой же он после этого царь, обрекший своих подданных на уничтожение и неслыханные мучения? Он главный виновник нарушения той клятвы, как безвольный и безразличный к своему царству земному. И в этом его величие, как христианина. Святой царь Николай, моли Бога о нас!